Жень, ну, наверное, стоит с самого начала сказать, что мы с тобой встречались до 24 февраля. Мы встречались с тобой в день театра нашего, 13 января, обычно у нас праздник, я подумал, ну как хорошо, вот мы заодно поговорим, такое настроение праздничное будет. И, в общем, оно было ничего такое. Мы потели что-то там, песня. Ну, вот как-то жизнь, я думаю, у тебя и у меня у нас всех разделилась на до и после. Вот как твоя жизнь изменилась? Ну, помимо того, что все окружающее меня, близкое, подальше, родное и прочее погрузилось в достаточно серьезную депрессию с бессонными ночами, слезами и всеми вытекающими, значит, последствиями. Вот. Но еще было сделано какой-то ряд каких-то открытий про то пространство, в котором мы живем, про каких-то близких людей, даже про друзей. Сейчас я должен был быть, по идее, в Швеции, сниматься у греческого режиссера с каким-то французским продакшеном, прочее, прочее. Но это я даже как бы вообще не рассматриваю. То есть это все вопрос, какие-то дела житейские. Не рассматриваешь, они прекратили с тобой сотрудничество? Ну да, они очень извинились, сказали, что вот, к сожалению, они так долго к этому шли, уже приезжал этот грек, мы что-то репетировали. И, в общем-то, на самом деле, там был фильм про миграцию и про то, как дети в этой миграции страдают. Значит, там была такая болезнь, которая действительно существует, когда ребенок впадает в что-то, в какое-то подобие комы. Это связано со стрессом, который ребенок переживает в связи со сменой пространства и прочее, прочее. То есть понятно, что более актуальная какая-то тема сегодня вообще там, ну, в общем, это как-то срифмовалось с тем, что сейчас происходит, с этим, да, то, что это называют гуманитарным кризисом или каким-то, в общем, с кошмаром. В связи с тем, что люди действительно уезжают из своих домов, кто-то уезжает из своих разрушенных домов, вот, что происходит с детьми, которые там сидят в подвалах и там в каких-то бомбежках и погибают, да, вот, тут вообще представить себе сложно. В мой мозг это все как бы не умещается, и там мое, там, сердце, сочувствие, оно даже, вот, понятно, что человек не может трясти все время, да, а прошло, в общем, много времени, и сколько еще это все будет длиться, никто не знает и никому ничего не обещано. Вот, но то, что, конечно, это не может пройти ни для кого мимо, и даже для тех людей, которые, наверное, сейчас это осознают и в ощущении, что это все происходит где-то там, и, а у нас же все вроде как более-менее, это не так. Да я уже почти выезжаю, бегу. Все, жду, не опаздывай, гости собираются через час. А что ты мне подаришь? Ну, я надеюсь, не сумку, она мне точно не нужна. Ну, ты за кого меня держишь? Приеду и сумку тебе подарю? Ну, как ты вообще себе это представляешь, а? Не-не, это будет что-то другое, что-то такое, что-то другое, короче, увидишь. Да, это будет что-то красивое, оригинальное, интересное. Все, иди угадывай, я уже еду. Оригинальная идея подарков для близких и для самих себя – фотоконструктор «Мазобрик». Наборы, с которыми можно создать пиксельную картину по любой фотографии из маленьких кубиков конструктора. «Мазобрик» – это универсальный, бесконечный подарок. Можно собрать любое изображение, а позже разобрать и сложить новое. Как это работает? У «Мазобрик» есть набор разных размеров, но даже в самом маленьком – 5800 деталей. В комплекте детали разных цветов и платформа, которая станет вашим холстом. В буклете «Мазобрик» вы находите QR-код, сканируете его и попадаете вот на этот сайт. Далее вводите код из инструкции, выбираете фото и получаете схему сборки. Я выберу, пожалуй, вот эту фотографию. Лучше выбирать более крупный план, тогда изображение будет более четким. Кстати, картину в черно-белой сборке можно сделать больше, объединив до четырех одинаковых наборов. Теперь выбирайте макет и получайте инструкцию по сборке на свой электронный адрес. В ней будущий целый портрет уже разбит на части, чтобы вам было удобнее его собирать. В каждом наборе вы найдете двусторонний скотч, а в черно-белом наборе размера S есть подставка для будущей картины. Также у Мозабрик появилась цветная версия в размерах S и M. В этих наборах больше цветов и картины получаются более детализированные. К тому же в них уже есть рамка, в которой картина будет выглядеть еще лучше. Мозабрик станет отличным оригинальным подарком для вас и ваших близких. Переходите по ссылке в описании к видео, используйте промокод СОБЧАК и получите скидку 20% на все наборы. Ты знаешь, я все-таки не смогу. Приболела внезапно. Да, как-нибудь в другой раз. Целую, целую. Так, теперь собираем челюсть. Ты правильно сказала, что все равно прошло уже много времени. Я помню, что первый месяц, наверное, был такой самый тяжелый, такое, знаешь, потрясение. Одно из самых больших в жизни, наверное, я бы так даже сказала. То есть, там, разные фазы. Никто не верил до конца, что это вообще возможно. То есть, в общем-то, ну, знаешь, как на арабском рынке, когда там кричат, кричат, что-то руками машут. Ощущение, что, ну, кричат, кричат. Он говорит, ну, они же никогда друг другу не там не вмажут, грубо говоря. Ну, нормально, стоит вот какой-то галдеж и стоит. А когда уже полетели какие-то, значит, ракеты и, значит, начали разрушаться города, когда начали бежать люди и появились жертвы, стало понятно, что это возможно. И дальше уже все разговоры на тему того, что, ну, ладно, ну, это вряд ли, там, а что там ядерное оружие. Оно вдруг стало, ну, мы ничего не знаем. Мы, наши представления вдруг как бы перевернулись. Такое возможно. Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. К ужасу моему. С одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну, что, значит, так. Знаешь, меня... Но мы это в рай. Да. А они просто... Даже... Нет такого у тебя жуткого ощущения, я иногда себя на этом ловлю, что вот если первый месяц, как я сказала, это были какие-то совершенно дикие состояния, слезы, рыдания, депрессия, то сейчас как будто происходит такое привыкание. То есть ты по-прежнему внутренне ужасаешься, но ты уже живешь в реальности, где это становится некой привычкой. Ну, слушай, там есть эта фраза Достоевского, для кого, да, что человек, тварь такая, ко всему привыкает, или что-то, вот какая-то подобная фраза. Я могу не точно цитировать, но... Видишь, у меня сейчас произошел такой вот разговор. У меня не так много при этом знакомых, друзей на Украине, при том, что у меня даже есть украинские корни, но они где-то, да, там где-то очень глубоко. Вот. И я разговаривал со своим приятелем, знакомым, значит, в Одессе. Я, ну, понимаешь, мне, ну, важно было с ним поговорить. Это даже не про любопытство, не про интерес, не про... Вот я просто, важно услышать, там, вообще, живой он, не живой или что. Ну, и я почему-то был в полной уверенности, что я сейчас выслушаю какой-то поток там, обвинений, претензий, ненависти, еще что-то. Ну, говорит, нет, спасибо, что позвонил. И дальше мы, наверное, час разговаривали. Мы разговаривали о Лимонове, о Егоре Летове, о Германе Гессе, о чем мы только не можем поговорить. Конечно, ну, я слышал эту травму, но она и у меня есть, да, определенная травма по этому поводу. Потому что Одесса для меня, ну, особенный город. Вот не так давно я там был, и, в общем, я там провел какое-то количество времени, я там снимался, я ездил на фестивале. И насколько не хотелось ему, как мне, вот, как сказать, копаться вот в то... Ну, говорит, ну, да, вот мы сидим, и вдруг какая-то бомбежка, мы бежим, мы там что-то. Это, ну, как бы вот какая-то реальность, но которая вот чередуется с тем, что мы пьем чай, там, бренчим на гитаре, там, с приятелем, а вот оно, как бы, да, вот понеслось. Вообще в этом потоке обвинений, ненависти, каких-то выяснений здесь, мы же там-то практически не имеем доступ к тому, как вот что там люди чувствуют, да как будто нам и не очень интересно. Мы же здесь там чего-то переживаем. Вот. А там люди, видишь, оказывается, там эти бомбежки, там, Моцарта слушают между этими самыми, или там чего-то вот там. Крымов говорил, там он тоже созванивался с кем-то, говорят, а мы тут той спектакль сидим, смотрим какой-то. Вот. Вообще это очень странное, ну, как бы наше представление, вот этот вот миф про то, насколько, ну, про вот этот вот геноцид, про все эти там... Дело в том, что я снимался как раз на Украине, я снимался и до Майдана, и я снимался прямо перед Майданом, я снимался во время Майдана. И вот немного после мы снимали антивоенный, как ни странно, фильм «Битва за Севастополь». Улыбайтесь. Но мы отступаем! Понимаете, отступаем! Война не только смерть. Война – это такая жизнь. Который был ко-продукцией с Украиной, и он там и назывался Низламным. Начали мы снимать до Майдана, а заканчивали мы после. И здесь, там говорили, ну, туда же нельзя, там нельзя, потому что там ненавидят русских, там, куда вы едете, там же, ну, сейчас война, вот это вот все происходит. Ну, и там действительно были сложности с попаданием, поскольку там не пускали мужчин, в общем, какие-то там были бумажки, еще что-то. Но меня потрясло, что вот мы приехали, там, ну, например, в город Каменецк-Подольск, который находится там на Западной Украине, и мы въехали, там, в гостиницу, в центральную площадь, ну, и там стоит сцена, на этой сцене рубятся молодые ребята, там, лет по 20, играют музыку, играют группу «Браво» с Теляга из Москвы. Ну, вот сами по себе. И это происходит на центральной площади города, вот, где нам говорили, что там вообще, да вы что-то. Лучше рот не открывайте, по-русски не говорите. В другом вообще, да, какой-то мрак. Наверное, есть какие-то люди, которые недолюбливают, там, значит, русских, русское влияние, русское там, ну, вот, какое-то еще что-то. А оно было, да, ну, безусловно. Как мы выясняем, и в России, в общем, оказалась какая-то прослойка людей, утверждает, что она огромная, которая там не выносит, значит, почему-то по каким-то там причинам украинному и видит в них каких-то, значит, ужасных националистов и прочее, прочее. Вообще, когда, прости, в 14-м году это все, вдруг этот прыщик или что там, он всковырнулся, весь этот яд, гной и прочее плелось, для меня это было откровение еще тогда. То есть такое количество ненависти, такое количество агрессии, такое, он настолько назрел, оказалось, я-то, конечно, этого никак не, ну, вот, в моей картине мира, опять-таки, это никак не укладывалось. Ну, вот. Но я-то видел этот гной, который льется больше вот с этой стороны. С этой стороны. Да, ну, потому что я здесь, поэтому я как бы это наблюдал и был, в общем, поражен. Ну, потому что это вообще, в принципе, возможно. Наверное, он должен был каким-то образом всковырнуться. Наверное, он, ну, да, вот это какая-то, действительно, накопленная какая-то история. Ты как-то понимаешь или объясняешь внутри себя, а что, почему вот у людей такая, условно, есть здесь ненависть и агрессия, участие людей по отношению к этому вопросу? Ну, отчасти, наверное, это такая, ну, вроде как подготовленная, что людей к этому вроде как, да, там, склоняется. Видимо, ну, была, в этом тоже есть определенная причина и необходимость. Вот. Ты считаешь, это искренний запрос или это все-таки во многом влияние телевизора, пропаганды и прочего? Ну, смотри, есть же, там, я вот, ну, сейчас действительно такое странное время, когда ты начинаешь пересматривать и куда-то лезть вообще в какие-то корни. Вдруг я там начинаю пересматривать, там, смертные грехи, такие-сякие, я там, в Коран залез, еще куда-то. Думаю, а у них там их сорвшие, а у нас их там столько-то. А вот, значит, ну, там, зависть, алчность, я вдруг там читаю, там, этот продает свои, там, многомиллионные, там, особняки, там, здесь, этот вы тут зарабатываете, там, тратите, так далее, так далее. Все то, что мы тогда еще обсуждали про вот эту вот желтуху, да, вот эти все дела, вдруг оно стало на это работать. И в этом есть один посыл. Ну, как бы вот это вот, вот это вот размазать, уничтожить, этих людей нет. Там человек дальше говорит, через какое-то время говорит, я ничего не параноим, вообще ничего не... Но это уже никому не важно. Важно другое, что делают вот эти люди, которые пытаются разъединить, которые пытаются эту злость, эту агрессию, значит, в сердца вот эти вот поселить. Поселить эту, в том числе и зависть, и в том числе и какую-то нетерпимость, да. Тут, как бы, у нас два варианта. Либо мы опускаем руки и понимаем, что мы живем в безнадежно конченом мире, в котором уже от этого никуда не избавиться, да. И да, тут всегда будут войны, всегда будет ненависть, всегда будет... И что это нашим детям, нашим внукам, нашим... Ну, просто вот так получилось. Этот шарик, он вот так вот, да, вот так вот безнадежно устроен. Либо есть те, как бы, добродетели, которые нам тоже оставили наши предки в виде, там, веры, надежды, любовь, что мы все-таки с каким-то в себе за это как-то вот цепляемся в надежде, что это... Мой отец какое-то время назад, будучи там в своем каком-то, значит, уже там понимании мира и всего, и признавая это, и говорит, да, я ненормальный, я презираю норму. Вот, например, он может себе позволить такое сказать. А он говорит, я знаю, сейчас, там, ну, там, астрологией занимался, еще, еще, приходит новая эра. Наступает новая эра, все меняется. И вот эта эра с войнами, с завистью, с салочностью и так далее, она остается в прошлом. Сейчас происходит переход. Этот переход выдержат не все, только те, кто готов перейти в новую реальность. Кто готов жить по новым законам, настроен быть на созидание, а не на разрушение. Говорит мне мой отец. Это можно принять как... Спасибо, папа. Вот. А можно вдруг услышать это и сказать, ну, вообще-то было бы неплохо, наверное. Ну, хотя бы за это зацепиться и подумать. А, ну, а если так? А если действительно это какой-то жуткий переход, когда, дай бог, что наши дети вдруг посмотрят на это и скажут родителям, а это что было? Мы так точно не хотим. Почему ты так редко даешь интервью? Редко. Я сегодня сидел в ночи, правил интервью для журнала какого-то. Оно огромное. Я понимаю, что там сказано все. И уже все, что я говорил и не говорил. И Машу Саки, а мы вспомнили. И все, что там только можно. А можно это все немножечко покороче, поменьше и как-то по делу? Знаешь, обычно, когда человек чего-то очень там боится или тщательно проверяет, обычно, значит, он где-то обжегся. За мои 20 лет, которые я там занимаюсь актерскими делами, в общем, было все разное. И писали разные, и секреты звезд были разные и прочее и прочее. Сказать, что для меня это какой-то там страшный ожог. Но мне неприятны эти люди, которые этим занимаются. И неприятно, что это вообще в принципе существует. Не только относительно меня, относительно других людей. Тебя это ранит? Мне это противно. Просто, знаешь, я там давно, еще до того, как там про меня стали писать или вообще, когда там какой-то был интерес, я понимал, что я когда беру ту или иную там, значит, газетенку или там журнальчик, что у меня действительно есть желание помыть руки. Я приходил там к моей маме, видел лежащий там, не знаю, журнал 7 дней или еще что-то в таком духе и говорил, мам, пожалуйста, можно в нашем доме этого не будет? Ты же известный актер. Как можно злиться на жанр? Ну, то есть ты же понимаешь, что это вот экспресс-газета, спид-инфо или там «Твой день». Ну, это жанр, они есть везде. Знаешь, я вспоминаю фразу Давлатова. Могу я тут не точно, кстати, сказать, что у меня расхождения коммунистические, значит, эстетические. Вот, поэтому это просто, ну, вот эстетически мне это, ну, как бы... То есть само существование жанра? Ну да, да. Слушай, ну ты же еще вот был даже, я бы сказала, агрессивен. Я когда узнала историю твоей потасовки с операторами у роддома, я была дико удивлена, потому что, ну, понятно, что, наверное, очень неприятно, когда лезут в личную жизнь, особенно в такой момент. Актер Евгений Цыганов напал на журналиста во время прогулки со своей подругой Юлией Снегириной. Новорожденным сыном репортер снимал пару, когда они возвращались из роддома с малышом. Цыганов заметил папараццу входа в подъезд и бросился с тримоголов к автомобилю. Сначала актер попытался договориться с оператором и забрать пленку. Когда мирные переговоры провалились, отец семейства пытался силой вытащить журналиста из салона. Это уже такая эмоциональная вовлеченность. Ну, ты знаешь, это просто был такой момент, иногда концентрируется просто эта энергия вокруг. И, в общем-то, это было действительно похоже на травлю, потому что меня действительно и шантажировали, мне какие-то там показывали какие-то там фотографии, что мы это там опубликуем, давайте мы с вами будем сотрудничать, дружить, вы лучше сами все расскажите и прочее, и прочее. Это кто тебе так говорил? Шурналисты. Ну, если их можно так назвать. Я не знаю, мне все-таки кажется, что журналисты... А какого? Подожди, давай уже тогда разоблачим их до конца. А какого издания? Слушай, я сейчас могу что-то путать, потому что я небольшой действительно в этом специалист, и поэтому на всякий случай я не буду... Ну, то есть созвонили, говорили, у нас есть фотографии. Там достаточно, да, есть достаточно большой список изданий или там чего-то, может быть, он у меня и не очень полный. А какого рода фотографии они, какими фотографиями условно они тебя шантажировали? Это какие-то личные фото были? Ну, да, типа фотографии, что я там что-то с кем-то как-то иду по улице, ну, неважно что, и вот мы там, выхожу из подъезда, не знаю что. Вот. Ну, и дальше это все действительно была история. Ты рассказываешь про роддом, что у меня родилась Вера, да, моя дочка прекрасная, которая, значит, я ее забирал из роддома, и нам сказали, ребята, вокруг стоят ребята с камерами. Ну, прямо они собрались у входа, и врачи сами сказали, что давайте мы вас выведем через какой-то вход, куда-то через машину мы уедете. Мы уехали, на следующий же день были статьи о том, что Цыганов не забрал ребенка из роддома. И дальше прошло шесть лет. Шесть лет. Это до сих пор в интернете осталось. До сих пор в интернете не просто это осталось, они это перепечатывают, что, кстати, напомним, что Евгений даже не забрал своего ребенка из роддома, когда что-то, ну, во-первых, это мое личное дело, да, вы мне там ни бабушка, ни дедушка, но чтобы меня там в этом упрекать, если даже я этого не сделал, мало ли какие у меня были дела. В какой-то момент я сказал, ребят, а можете, ну, когда мне звонили, говорили, Евгений, пожалуйста, а вот прокомментируйте, расскажите что-то. Я сказал, а можете от меня просто отстать? Я сказал, не можем, у вас очень высокие рейтинги. Это правда. Уверен ли ты, что ты правильно, скажем так, действуешь уже в рамках этих существующих медиасистем? Поясню, что я имею в виду. Вот смотри, говнопресса, она уже существует. Желтая пресса всегда будет писать про тебя, твоих детей, с кем ты на площадке, значит, с кем у тебя какая сцена, не сцена и так далее. Но это факт жизни. С этим бороться, как с плохой погодой в Москве. Но когда ты молчишь, вот, например, классная история про роддом. За счет того, что ты молчал и вообще никак это не комментировал довольно долго, это уже стало устоявшимся фактом. Условно, сделай ты одну фотографию, там, как вы едете или что-то. Ну да, ну это, понимаешь, это момент какой-то стратегии, да, или стратегии, как правильно говорить. Но у меня было два момента. Первый момент это то, что я шел по улице, мне позвонил знакомый режиссер и сказал, Женя, мне только что звонили там из желтого издания, такого крупного, на тебя, готовят какую-то дрянь, обзванивают всех знакомых, собирают какую-то притяную информацию. Ну какое издание, уже скажешь. Это было конкретно вот 7 дней. И он говорит, и вот, может быть, ты как-то успеешь это упредить, как-то это, значит, остановить как-то эту историю. И я иду, и передо мной возникает такое большое граффити, значит, нарисован какой-то код, и написано, я котик, я ничего не хочу делать. Ну, как бы такая штука. И поскольку это произошло вот так вот, то я как-то себя поймал на таком ощущении, что я не хочу в это включаться. Второй момент это то, что мой друг Юра Колокольников, когда узнал обстоятельства моей жизни, о том, что сейчас это будет, в общем, в какой-то момент это никуда не денется, он сказал, какой ты им делаешь подарок, как они будут сейчас счастливы, просто это невероятно, как здорово для вот этих всех людей. Третье момент... Твой развод имеется. А это имеется, у меня не было как такового развода, или там, в общем, на самом деле я никого и не бросал, и ничего такого вот, ну, как это формулируется, да, там, неважно, детей или женщину, ну, как бы, для меня это странные просто сами по себе формулировки, да, потому что это дорогие, близкие мне люди, с которыми все равно мы вместе существовали, у нас общие проблемы, у нас общие дела, там какие-то там движения какое-то общее, в общем, как бы, ну, это действительно противная и неверная формулировка, ну, для меня лично. Я не желтый журналист Ксения Собчак, я задаю тебе вопрос. Вот что было самой главной неправдой про твое расставание с Ириной, и что тебя возмущало больше всего? Самая главная неправда, это то, что есть какое-то расставание. Ну, вот это самое главное неправда. Ну, расставание же есть, вы же были вместе, потом... Ты понимаешь, в чем дело? Я, ну, вот сейчас мы это, как бы, опустим, смыслы, как бы, подробностей, сколько были вместе, да с какой степени были вместе, какое количество часов проводили, куда ходили, куда не ходили. Ну, подожди, семеро детей все-таки это было. Семеро детей, да, да, нет, я вообще ничего не, как бы, не отнекиваю, что, типа, ребята, вы чего, ничего не было, и вообще так, как бы, я не я, и хата не моя. Наоборот, ну, наоборот, мы в прекрасных отношениях, мы общаемся в чем-то там, ну, касаемо, понятно, там, это, как сказать, это жизнь, она вот устроена так, как устроена, о том, что... Ну, решение о расставании принял ты? Не хочу вот влезать, понимаешь, в датирование. Вот я знаю, что Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немидорович Данченко открыли МХАТ, ну, или появился МХАТ. В каком году, ну, знаю, на Славянском базаре они пообщались, в каком году это произошло, кто во что был одет, кто первый вообще, значит, об этом заговорил, были они пьяные, были они трезвые. Я на этом валился, на этом, истории русского театра. Мне подробности, в общем, как таковые, я подробности про наших там общих знакомых выясняю последним. Я в какой-то момент стал там ругаться со своими друзьями, которые делали программу на телевидении, говорю, ну, как вы смеете писать про Юлю, пересилить, что вот у нее там два ребенка, она их воспитывает, они ходят в школу, и вдруг вы зачем-то говорите о том, что там Алексей Ефимович, учитель, к этому имеет какое-то вообще... ну, какое вы имеете право? Они говорят, мне говорят, Женя, вообще-то об этом знают все. Ну, как бы это вообще ни для кого не секрет. Для меня это было откровение. Ну, то есть при том, что я снимался с Юлей, при том, что я работаю с Алексеем Ефимовичем учительом... Ну, это же плата за публичность, что такое невозможно... Наверное. Ну, просто меня это интересует в последнюю очередь. Ты как актер, когда готовишься к роли, ты же вдаешься в детали. Ты же понимаешь, что это важно. Вот представь, что ты играешь цыганова. Как у Тригорина. Хвалят приятно, а ругают два дня, потом чувствуешь себя не в духе. Ну, и что? Ты играешь цыганова. Представь себе, ты не цыганова. Почему я играю цыганова-то? Ну, подожди, я даю тебе сейчас такое вот... Ну, допустим. Давай поживем в моей реальности. Не дай бог, зачем мне играю цыганова? Ты не цыганов, но ты играешь цыганова. Да. Ну, тебе, конечно же, нужно понимать, какие у него отношения с родителями, с семьей, с детьми, что это за человек, какой он, почему он поступает так или иначе. Правильно? Совершенно может быть, что когда-нибудь я или кто-нибудь напишет книгу про то, как вообще все там было, есть и устроено, и прочее, прочее. Я к этому не готов. Я знаю, что Толстой, когда его спрашивали, а что вот вы думаете про женщину, он говорил. Вот я, знаете, расскажу обязательно то, что я думаю про женщину, но я сначала в гроб лягу, крышку гроба приподниму, скажу, и закрою сразу. Ты знаешь, я понимаю, почему он так делал. Потому что когда ты читаешь переписку с женой, это прямо домашний деспот, как бы сказали сегодняшним языком. Но это не умаляет его гения, понимаешь? Потому что, ну да, личные качества человека и то, насколько он гениален в своей профессии, это же разумеется. Не могу читать Толстого, потому что он деспот. Не могу читать человека, который так плохо относился к своей жене. Ты сказал, что помимо всего прочего у тебя был ряд человеческих открытий удивительных. Вот ты что имел в виду? Что ты в хорошем смысле удивился людям или все-таки больше в плохом? Кстати, очень по-разному. Действительно, такое время, когда многое проявляется и проявляются люди. Но я как бы тебе должен сказать, что я там, ну как сказать, не то что разошелся даже, скорее со мной как бы так вот, ну значит, да. И это было еще до объявления спецоперации. Я 25 января со мной приключилась такая штука, что я проснулся, значит, вдруг в ночи, значит, в каком-то холодном поту. И такой думаю, война аж будет. Я вдруг услышал тишину. Вот тишину, как вот я представляю себе, когда, знаешь, вот перед боем говорят, вот все вот стихает. Вдруг вот эти травинки шелестят там, цикады стрекочут. А вот сейчас это все вот, я услышал это вот в соцсетях, везде, вот все так как-то, как будто вот вообще ни о чем не было никак. И я думаю, надо срочно что-то делать. Надо срочно записать какое-то обращение, да, то, что потом там как-то посыпало там откуда-то, да, обращение. Написать, сказать, ребят, ну если можно, может как-то это все там не допустить, ну это же, ну, горе-то какое, знаешь, ну типа что-то такое. И с этой мыслью я, значит, вырубился, потом я просыпаюсь там уже там в 8 утра и думаю, ну что, писать-то типа, обращение-то типа. И думаю, ну ты же не юродивый, не сумасшедший. Какой-то, ну куда, кому? Ну, люди покрутят там пальцем на виска. Ну и я просто написал, а можно без войны? И мне там мой близкий друг говорит, ты там к американцам обращаешься? Я говорю, ну я обращаюсь к тем, от кого это, быть может, зависит, чтобы как-то договориться. Есть такая работа, ну там договариваться между собой, чтобы как-то люди жили спокойно, ну что-то. Ну и дальше он мне говорит, ты ничего не понимаешь, то-то, 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 то-то. И потом через какое-то время он говорит, это было некрасиво, твой хайп по поводу, значит, вот. Ну ты знаешь, моя любовь к хайпу и вообще насколько я... Самый хайповый чувак, да-да-да. Вот. Я так как бы, ну говорю, я, ну как бы, переварил, отнесся как к хамству, к какому-то высокомерию. Ну что нам обсуждать, ну если уж так, типа... Ну я очень люблю этого человека. Я его, ну как бы, я уважаю, мы с ним, мы дружим с семьей, мы... И что ему там заважает, как его так вот вдруг... Что он там начитался, насмотрелся, наслушался, чтобы позволить себе по отношению ко мне именно такой тон. Я понял, что я не могу в таком тоне продолжать разговор. И что ты сделал? Ты сейчас продолжаешь с ним отцениться? Нет, мы замолчали. Я спустя какое-то время, я вспомнил, я думаю, у него какой-то день рождения, мне кажется, у него. Я написал, за днем рождения тебе. А он говорит, вообще-то Пасха, у меня день рождения давно был, но все равно спасибо. Вот, я говорю, ну и хорошо. Значит, и с тем, и с другим. Понимаешь, это все равно я внутренне, я вот тем людям, которые, чтобы они там какой-то оскал не показывали, пену, да, какие-то смыслы, все равно хочется быть на той стороне, что желать им, их семьям, какого-то благополучия и какого-то здравого смысла, здоровья. Ну, понимаешь, вот во всех его этих смыслах. Но ты с ним не общаешься больше. Да, ну, как-то общаюсь, значит, понимаешь? Ну, раз я как бы это молчание как бы прервал, я как бы открыт все равно. Ну, слушай, это же такое, это, знаешь, очень, мне кажется, сейчас суперважный вопрос. У всех, я думаю, есть такие истории, у меня она тоже есть. Ну, понятно, понятно, да. То есть вот я после 24-го числа, когда я тоже квадратик поставила, написала, нет войне и так далее, у меня тоже близкий мой друг. Вот ты рассказываешь, это прям, знаешь, как калька истории. Калька, ну, это тоже самое. Очень эмоциональный разговор за ужином, вот тоже ничего не понимаешь. Ну, слово хайп в мою сторону использовать, наверное, более понятно, чем к тебе, но суть та же. И, понимаешь, я вот его люблю, но мы не общаемся сейчас. То есть это вроде как не ссора, но я понимаю, что мне ему позвонить тяжело. Я думаю, что это такая... Я понимаю, знаешь, какую-то штуку понял, что я когда вижу, что человек действительно искренне переживает за то, что происходит, ну, что он болеет, что он не просто так тебе это говорит, ты не понимаешь там на самом деле, там то-то, 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 то он за это болеет. Вот я когда вижу, что человек за это как бы переживает, и что бы он там, чем бы не вдохновлялся и так далее, но его настрой, да, вот, то в этом нет цинизма, что ли, понимаешь? Он может немножко, там могут сбиться какие-то ценностные, стоят такие-сяки, а может они правы, мы с тобой нет. То есть я так как, понимаешь, да, мы с тобой точно уверены в том, что мы молодцы. Вот. Ну, я почему-то думаю, что так оно и как бы это самое. Но я когда вижу степень, как бы, вот этой манипуляции, креатива, вот этого вот скотского, еще чего-то, мне вот от этого... Все не так однозначно. Вот что-то, какие-то вот штуки, когда вешается какая-то вот эта вот история, когда в открытую, знаешь, а он в глаза смотрел, как будто правый, вот эти вот все дела. Вот это вот не могу принять. А вот в театре это как происходит? То есть есть люди, наверняка, которые внутри театра, там, поддерживают эту историю. Вот как это среди артистов происходит сейчас? Не сталкивался. Я с этим не сталкивался. То есть вы не обсуждаете это? Я с темой все не так однозначно сталкивался. Ну что, а ты знаешь, что-то на самом деле там чего-нибудь такое, чего-нибудь. Я вот прочитал, где-то мне рассказали. У тебя же очень много детей. Много. Они учатся сейчас здесь, в России. Да. Многие, кто уехали, пытаются какую-то новую жизнь себе построить за границей. Вот я от многих своих друзей уехавших слышу именно этот аргумент, что да, нам будет супер тяжело, да, наша жизнь в нашем понимании закончилась, но вот мы не хотим, чтобы дети учились по учебникам Мединского условно, не хотим, чтобы они строились разными буквами в школах и так далее. Вот ты об этом думаешь? Ну, строить детей буквами, это действительно за гранью. А по поводу учебников, ну, они так плохо учатся, что... Не, ну по поводу детей, не по поводу учебников. Вот Юля Снегири, она написала абсолютно пронзительный пост, когда сын сделал открытку, сам маленький ребенок, который еще не понимает, что происходит, он все равно уже пишет об этих ощущениях. Ну, конечно, пишет, конечно. Ну, и вообще, мне кажется, они все-таки не дураки. Потом мы все-таки живем, опять-таки, в надежде, что дети будут лучше нас, как-то и смелее нас, и сострадательнее, чувствительнее. Ты не боишься, что мозги сейчас начнут промываться всем по-другому? То есть ты это сможешь превозмочь, ты считаешь? Ну, слушай, вот ты Юлию Викторовну упомянула, потом есть Ирина Юрьевна Леонова, значит, есть мои родители. Ну, да, есть наши друзья, которые, в общем-то, как сказать... Ну, да, наверное, мне повезло в жизни, в том смысле, что я не ощущаю себя каким-то закинутым в какой-то лагерь чего-то, значит, какой-то... Нет, я имею в виду, знаешь что, что эта же система, я по своему детству помню, потому что я еще училась во времена, когда были Октябрята, дедушка Ленин, вот все это. И это же все равно, ну, как бы система лицемерия, когда тебе в школе говорят одно, потом я приходила домой, где, понятно, папа абсолютно с другими ценностями, и мне подробно родители объясняли, что твой дедушка не Ленин, что это все не совсем так, что вот как на самом деле обстоит жизнь. Но это же, понимаешь, детское сознание, которое уже с детства живет в том, что на кухне одно, а на улице другое, и мы все в этом... Ну, я уже застал какой-то уже момент, что приблизительно было одно и то же, что у меня как раз было наоборот, что у меня родители совершенно спокойно принимали вот этот вот советский как бы образ жизни, и там не было на кухне, что ты там... Ну, просто в Советский Союз распался, когда мне было 11 лет, а вот эта так называемая перестройка началась, мне было вообще 6. Ну, просто, понимаешь, вот ребенок твой будет ходить в школу, сейчас принимаются, я просто смотрю, с какой скоростью принимаются все новые образовательные законы, связанные именно там с историей, с сохранением памяти и так далее. И если это превратится в систему, то, по сути дела, это же тоже будет ситуация, при которой дети будут приходить из школы с одним типом. Ну, смотри, мы сейчас можем с тобой вот накидать какую-то чудовищную картину мира, да, и какого-то будущего, и нам будет это сделать легко. Действительно уезжают какие-то замечательные люди уезжают. Действительно мы с тобой не можем, в общем-то, говорить о том, что мы там вообще думаем. Ну, вопрос дальше там про детей, мы должны же об этом думать, да, то есть мы их либо там бескормильцы там, мы их сейчас оставим с тобой, в результате нашего с тобой разговора. Чудовищную картинку нам накидать просто. Но мне почему-то кажется, я придерживаюсь мнения Суауаца, что мы на пороге светлой прекрасной эры, в которой вот этот весь разговор про зависти, про подлости, про пошлости, он будет куда-то уходить вот туда, вот назад. А мы живем в каком-то светлом, свободном, умном, красивом обществе. И мы патриоты нашей Родины, потому что мы делаем хорошо свою работу. И мы живем в стране, в которой живут люди, которые любят свою работу, здорово ее делают. К нам приезжают лечиться из Америки и из Европы, потому что наши хирурги и наши глазняки лучшие в мире. У нас покупают одежду, еду, автомобили и самолеты. И весь мир радует, потому что у нас руки золотые. Ну, это прекрасный мир, я тоже... И мы за счет того, что мы, вот я вот свою работу делаю, хирург свою здорово делаю, значит, этот самый историк, значит, действительно копает глубоко, значит, изучает, значит, проявляет все рассказы. Мы вдруг, вот она, вот она действительно, великая, прекрасная Россия произошла. А не выкладывание детей буквами. Просто удивительно, как все изменилось в последней нашей встрече в театре Образцовой. Я тогда тебя спрашивала про план Б, если ты помнишь. План Б? Я не все помню, честно говоря. Ты явно человек ответственный, у тебя много детей, большая семья. Вот у тебя же точно есть какой-то план Б? Ты же знаешь, что сейчас актеров запрещают. У меня даже плана А нет, честно, если, Ксения Анатольевна. У тебя нет план Б на какую-то другую страну, там, где ты будешь работать. Вот если тебя запретят за твои высказывания, сейчас же ты же понимаешь, что неважно, что ты скажешь, ты можешь ничего не сказать, там, не знаю, цвет стульев тебе не понравился в театре, да, потом выяснится, что это цвет охраняемой, там, какой-то организации, офицеры России на тебя страшно обиделись. Вот тебя запретили, что дальше? Я не планировщик, понимаешь, вот в чем история. Вот, ну, правда, и когда я говорю, что у меня нет плана А, это не просто я как-то не очень здорово там как бы пытаюсь шутить, вот, а не моя тема. Нет, вот я тебе могу сказать общее мое ощущение от вот всего, что я от тебя слышала на тему политики в России. Ты много на эту тему думаешь, ты переживаешь, но ты понимаешь и несешь ответственность за то, где ты живешь и как ты живешь. Поэтому это такое всегда и хочется, и колется, и что-то говорю, но такое, чтобы меня, не дай бог, не затащили в один из двух лагерей. Чтобы я, с одной стороны, не стал условно главным спикером телеканала «Дождь», ну, условно это так назовем, с другой стороны, чтобы я, значит, не снялся в роликах Маргариты Симоньян на «Раша Тодей». То есть ты явно посылаешь какие-то сигналы, недовольство, ощущение несправедливости, ощущение, что все идет не совсем так, как нужно. Но стараешься сделать это максимально аккуратно. В связи с этим у меня вопрос, зачем? Ну, скажешь, что я посылаю сигналы, я просто, ну, как сказать, ну, у меня стыдно, я краснею. То есть ты стыдно не говорить ничего? Это реакция организма. Это не то, что я посылаю сигнал своей краснотой, чтобы все увидели рожи красные, понимаешь? У меня стыдно, я покраснел, мне холодно, у меня мурашки, понимаешь, жарко, я вспотел. Это просто реакция организма, которую, в общем-то, можно, ну, как-то, в принципе, попытаться скрыть и как-то не афишировать. Но тоже мы там живем в такое время, когда вроде каждый может высказаться, а еще большинство это делает, ну, в общем, более или менее анонимно, да, идет какой-то поток какой-то информации, и сказать, что я себя чувствую очень сильно, что мое мнение какое-то, ну, вот, имеет какую-то вот такую вот важность. Тем более, что фактически... Ну, а в какие моменты ты наиболее остро чувствуешь вот это ощущение, ну, скажем так, стыда промолчать? Ну, вот я не люблю, когда невинных бьют, да, как это в песне пелось. Не люблю насилие и бессилие. Вот, есть просто какие-то моменты, когда ты, ну, да, ты и становишься перед выбором, и не можешь, ну, вот, пройти мимо. Вот мы с тобой разговариваем достаточно долго уже, да, мы с тобой разговариваем про туда ходи, сюда не ходи, с этим общайся, с этим не общайся, желтой прессе скажи это не расскажи, этих развлекай, этих не развлекай, это твоя работа, общаться со СМИ, говорить свою позицию, еще что-то, еще что-то. Ну, как бы ты про это вроде как, ну, про мою жизнь и как она должна быть устроена, здорово все понимаешь, видимо, ну, как бы лучше, чем я, потому что я этого всего, ну, допустим, там... Я просто спрашиваю. Где-то делаю, где-то половину, где-то что-то этот самый, да, но понимаешь, в чем дело, вроде как у меня действительно достаточно насыщенная и интересная жизнь. Переживаю я, я переживаю. И по поводу того, что в семье происходит, по поводу того, что в стране происходит, и в другой стране то, что происходит, я тоже как-то переживаю. Значит, пишу я про это, говорю я про это и так далее, я живу другим, у меня другой язык, да. Я действительно есть возможность, там, пишу ли я какие-то песни, выхожу ли я на сцену, пытаюсь ли я сформулировать, но все равно это не про плакат, да, я просто другим занимаюсь. Ты думал уже сейчас про этот отъезд? Ты обсуждал? Ну, слушай, после того, как спикер Госдумы лично, значит, ну, значит, объявил о том, что до понедельника все должны определиться, и, значит, актеры, режиссеры, худруки и так далее, ну, в общем, это прозвучало как угроза. Я работаю в театре, в театрах, да, я там общаюсь с людьми, и, в общем-то, ну, часть людей, которые это восприняли как действительно угрозу и поняли, что им, ну, как бы, мы не знаем, что начнется после понедельника, им пришлось уехать, и была возможность уехать. Ну, мне бы, как бы, сказали, Женя, тебе надо точно что-то вот решать и точно что-то делать. Конечно, я, ну, как бы, взвешивал с точки зрения того, что, ну, насколько я вообще умею взвешивать, да, это вообще не очень моя, потому что, ну, я, как бы, честно работаю здесь, делаю что-то, и мы каким-то занимаемся созиданием, да, каким-то вот этот самый. В общем, для себя я, как бы, принял решение, что пока меня, значит, вот не ткнули, ну, вот, зашкерман и не искали, пошел вон. А что для тебя будет вот тем, когда ткнут? Это я не знаю. Это я не знаю, не могу вот точно ответить, но я думаю, что я этот момент точно, как бы, почувствую, да, вот это вот, значит, что мне сказали, тебе здесь не место. Ну, вот Z на театре Фоменко, это будет этим сигналом? Ну, ты хочешь, как бы, найти, чтобы уж точно, как бы, этот самый... Можешь не отвечать я в этом смысле. Не хочу отвечать, да. Я не хочу фантазировать про, знаешь, вот эти вот гипотетические какие-то, значит, возможности и исходы. Я вот понимаю про сейчас, за что я там переживаю, за кого я молюсь, кого я, значит, кормлю, с кем мы в диалоге, а с кем не в диалоге. Вот это для меня какая-то моя реальность. Насколько я понимаю, вот Дима Крымов, который получил золотую маску, и ты вышел ее получать за него, сказав от него некую речь по поводу передачи Дмитрия Муратовым. Я хотел бы свою маску передать Дмитрию Муратову, редактору «Новой газеты», и, а вдруг, если кто-то захочет ему в лицо что-то, какую-нибудь гадость снова вылить, то эта маска как-то сможет его прикрыть и спасти. Насколько я понимаю, он не вернется уже сюда. Вернется? Ну, я с ним сказал, он говорит, вернусь. Я жду, когда можно будет вернуться. Ну, просто он в последнем интервью своем, одном из последних, сказал, что когда он подписывал письмо творческих деятелей против войны, вот что он перед тем, как подписать это письмо, он задумался. Потому что понимал, что подписывает свое изгнание. Ну, что-то происходит. У меня слезы стали просто так близко, что даже неудобно. Она мне говорит, ты понимаешь, что это сейчас поменяет что-то? Я говорю, да. Пук! Он задумался и подписывал. Ну, слушай, пока висит эта угроза, пока сказали, что вам тут не место, потому что мы должны консолидироваться, там что-то и, значит, вот это вот все, значит, происходящее как-то, значит, полюбить и оправдать, вот, то, конечно, ну, а он сказал, ну, вот и все. Тут сложно, видишь, я звонил Дмитрию Анатольевичу, мы играли спектакль «Дон Жоан». Я в «Антракте» позвонил ему, говорю, я не понимаю, что я делаю, зачем я это играю и что. Ну, за полгода спектакль был очень успешный и очень вдруг все как бы его восприняли как какое-то вот такое вот событие, у нас такой театр и прочее. И вдруг я растерялся совершенно, набрал, он говорит, Женя, я сам растерянся, я не понимаю, как можно что-то сейчас делать, куда, что, я все время об этом думаю, я все время что-то пытаюсь оправдать и прочее. Ты имеешь в виду вот эту фразу, которую сейчас часто повторяют, что после Освенцима нельзя писать стихи, да? Да, и вот уже об этом спросили, да, он сказал, что можно, если ты можешь писать стихи, пиши стихи, ну, как бы что-то. А ты как считаешь, можно? Я, наверное, считаю, что можно и в Освенциме писать стихи, это же как человеку запретить думать, мыслить, другое дело, что это сложно, невозможно, наверное, ну, как бы внутренне это преодолеть. Но если тебе это, ты же проводник, если туда приходят какие-то откровения, то, значит, ты все-таки на связи, а те люди, которые его окружают, может быть, ну, понимаешь. Я его набрал по спектаклю, говорю, знаете, я в процессе вот второго, я вдруг понял, про что. Я вдруг понял, что там есть тема и милосердия, и вот это вот, и есть тема этой зебры, когда все перемешано, действительно, вот это пошлое, смешное, чудовищное, грязное. То есть ты нашел, что по-новому играть там, да? Ты понимаешь, в чем дело? Вот, я так вот думаю, его надо играть по-другому. Потом я для себя сделал следующее открытие на следующем спектакле, что нужно играть то, о чем мы сговорились. Вот те, мы сговорились о чем-то, а у зрителя сегодня, в сегодняшней реальности, будет у каждого свой спектакль, и он будет это считывать. И уже наш этот режиссер, уже не просто режиссер из тех стариков-режиссеров, которые расстреляют артистов, а он уже другой персонаж. А играем мы то же самое. И вдруг Чехов, вдруг фраза Тригорина, что я там должен писать о правах человека, о страданиях, она вдруг, а ты играешь про то же самое. Вдруг зал так немножечко, и вообще другой зал. Ну, сейчас там те люди, которые вообще против как бы того, что как можно играть там спектакль, когда убивают людей, как можно писать стихи, когда в другом углу, значит, у тебя там чего-то там. Но тем не менее, сейчас вот рассуждаю с точки зрения того человека, который все-таки это делает, да. Я вижу, что приходят люди, которые в другое восприятие, да, что как бы приходят люди не развлечься на выходной с женой там типа провести время, а приходят люди к какому-то разговору, который они все равно не получают и с телевизора, да, потому что я-то, честно говоря, думаю, что сейчас должно произойти отравление этим всем уже у самых рьяных поклонников, значит, вот этого всего. Или нет, или привыкание, значит, ну, я знаю, что я вот... Думаю, что скорее все-таки тут вопрос как бы количества и меры. Ну, то, что ты оптимист, это мне было понятно и в нашу прошлую встречу, но, знаешь, что удивительно? Приходится им быть. Удивительно, как время нас меняет или не меняет. Вот ты тогда мне сказал в том интервью, что все эти подписанные документы артистами, выходы на улицу, они бессмысленны, потому что это ничего не меняет. Ну, после них ничего не происходит. Да. Не поменяло и не меняет. Я далека от того, чтобы, знаешь, кого-то обвинять, что они не напереборолы. Нет, я просто, в принципе, тебе говорю, что и что, но Дмитриев в итоге получил 15 лет. Ну, вот я как бы что-то говорил, какие-то стихи записывал, говорил, ребят, кому они нужны? Ну, кому это нужно? Ну, да, конечно, я, ну, сделаю, ну, что? Ну, это хотя бы перекличка людей, которые неравнодушны к этой истории. Просто пытаясь... Ну, перекликнулись, не самые последние люди перекликнулись, сказали об этом. Это какое-то имело значение. А какой тогда вообще смысл выражать свое мнение, если не так решается? Ну, перекличка людей, которые говорят, мы еще вот вместе что-то чувствуем, думаем, совпадаем в своем каком-то ощущении, мнении. Ну, то есть просто сделать это для себя, чтобы знать, что тебе чуть менее стыдно. Ну, да, ну и... Слушай, вопрос, опять-таки, действенности того или иного поступка. Вышли там 100 тысяч человек на санкционированный митинг. 30 тысяч увезли. 10 тысяч, значит, покалечили. А СМИ зафиксировали 50 тысяч. Государственные СМИ сказали, было 15 тысяч наркоманов и пьяных. Ну, допустим, и... А вот ты думаешь, сейчас то же самое или сейчас по-другому? Сейчас это просто невозможно. Ну как, если человек выходит с пустой бумажкой и уезжает в обновленном автозаке? Кто-то парень идет на рожон, выжил с пустой бумажкой. Прекратить ваши противограммные действия. Продолжаем. Можно я это? Давай вот толкай. Все, забрали. Понимаешь, коллективный Запад же, он что говорит всеми этими санкциями? Он говорит, ребят, вот если вы все выйдете, не молчите, то тогда все изменится. Ну, видимо, это не в нашей культуре просто, потому что есть вот вещи, есть... Я не в смысле, не в попытке как бы оправдать. Я... А как дальше быть тогда, вот скажи? То есть, какой вообще... То есть, понимаешь, мне тоже, я когда об этом думала... Ну, как надо быть во время стихийного бедствия? Ну, вот как? Ну, как? Вот у тебя прилив с мелоти огромной волной, потом отлив произошел. Ты собрал все эти останки, строишь дома, там, пытаешься... Похоронил умерших, починил выживших, там, что-то. И, ну, как бы, и вот тут движешься дальше. А как? Ну, эти... Как быть во время стихийно до кого-то это? Или дышка не докатилась? По кому-то она проехалась? Как с этим быть? То есть, ты говоришь о том, что другого выхода, кроме как бояться, по сути дела, нет. Нет, ну, ты же можешь в этот момент, ну, как бы, быть собранным и, как сказать, сконцентрированным, чтобы сделать то, что от тебя зависит. Но остановить 300 метров льда, ты не... Как бы, это так не бывает. Даже если вы соберетесь 100-тысячной толпой. Ну, нет, понимаешь, ужас-то в том, что миллионной толпой собраться, это, конечно, бы все поменяло. Просто нету этого всего. Ну, опять-таки, дальше вопрос возникает, понимаешь, да, ну, вот... У тех людей, которые, по идее, должны были бы собраться, в какую сторону это все поменяет? Ну, вот это вот все. Поэтому они, как бы, держатся за, вот, понятное знакомое. И это, конечно, ну, вот сейчас говорят, люди скучают по, там, советской, ну, там, времени, там, еще что-то. Вот, ну, там, ну, кто может скучать? Ну, во-первых, те, кто там жил. Правильно? Во-вторых, это же вопрос про какое-то ощущение стабильности, пусть там ложное какое-то, ну, вот про вот это вот ощущение. Ну, да. Поэтому, ну, вот говорят, что сейчас это, в общем-то, конфликт, ну, как бы поколенческий, да, что вот есть те, которые, вот, как бы, ну, а есть те, которые все-таки они оттуда, через этот асфальт, как бы пытаются пробиться. Но они есть. Ты, наверное, слышал про Каннский комитет, который уже принял решение окончательно, что российские фильмы не примут участие в фестивале. Вот ты считаешь это справедливым? Ну, я даже не готов вот рассуждать на этот счет. Я сейчас разговаривал там с своим приятелем, который там мне связан с польским языком, там, что-то. Говорит, нет, ты не понимаешь, что происходит, вот, значит, на Польше не может там ничего. Ну, говорю, ну, окей. Не можешь ничего делать с русским? Да, я говорю, ну, ты-то со мной можешь. Вот. И что он говорит? Говорит, я с тобой могу, а Польши в России нет. Но я как бы понимаю, что это, как тебе сказать, я считаю, что это не самое страшное в связи со всем. Вообще не самое страшное. Знаешь, почему я тебя об этом спрашиваю? Почему? Мы же тогда говорили про твой фильм, «Человек, который удивил всех», «Международное признание». Мы говорили про то, что есть определенная конъюнктура российских фильмов на Запад. Есть, 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 оно такое движение произошло. Да, Меркулова, Чубов, это же целый мир. Это уровень просто, уровень международный какой-то. Да, люди снимали фильмы, они пытались попасть в некую повестку, попадали, получали призы. И сейчас это все, ну, как бы, то есть теперь даже вот этой конъюнктуры на русское кино нет. Они пытались не попадать в повестку, вернее, они пытались не попадать в некую руку. Ну вот, а теперь даже повестка только одна, понимаешь? А сейчас да. Ну, да, но, конечно, это какое-то временное явление по одной простой причине. Нету мировой культуры без русской культуры. Это невозможно. Нет мирового кинематографа без Эйзенштейна, без Тарковского. И нет Тарковского без Бергмана. А триеры без Тарковского. Твоя цитата. Давай. Думай о том, что сегодня, когда внешняя и внутренняя политика государству заставляет содрогнуться своих граждан, самое время для творческого подъема. Так часто бывает в искусстве. Самое стоящее и искреннее рождается не благодаря, а вопреки. Потому что есть о чем сказать. Я даже не про социальные плакаты протеста, а о том, что вечно. О том, о чем говорили художники, музыканты, писатели во все времена. О гуманизме, сострадании, ценности человеческой жизни, свободе как внешней, так и внутренней. Вот увидите, сейчас будет прорыв. Здесь, в России. Книги, музыка, фильмы, спектакли, которыми мы будем гордиться и будем гордиться после нас. То, что и станет визитной карточкой нашей страны, прости Господи. Не Тополь с Калашомой, не Автозаки, а что-то действительно ценное. Такие вот мысли и предчувствия. Цитата длинная, но, как мне кажется, важная. Ну, цитата как раз какой-то трехлетней, наверное, давности. Вот смотри, сейчас мы уже можем ее оценить. Прошло три года. Случился этот прорыв и подъем? Мне кажется, прям в этом смысле. Мне кажется, да, он присутствует. В моей жизни я понимаю, что для меня те события, которые происходят... Вот для меня лично есть наш Дон Жуан, допустим, который мы выпустили у нас в театре. Для меня это какое-то такое событие, которое, наверное, крутое прям событие. Видите, для меня, для нашего театра, я думаю, вообще для театра. Но так получилось. И это есть. Ну, вот конкретно Дмитрий Анатольевич за эти три года, помимо этого, выпустил еще там, ну, если не пяток, то около того, значит, замечательных каких-то работ. Это только один художник, у которого вдруг, понимаешь, там, распирается вся эта история. Тут я с тобой совершенно не согласна. Мне кажется, что как раз те всплески талантливых вещей, которые происходят сегодня в России, это скорее вопреки, это такие, знаешь, ростки сквозь асфальт. Я же и говорю про вопреки. А в чем тогда этот прием? Если мы говорим про Цоя, например, которого ты как только не назвала. Ну, не я, мне он нравится. Но весь этот питерский рок-клуб вместе с Майком Науменко, вместе с Гребешковым и прочее, 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 их рассвет был, ну, как бы в момент еще даже доперестрочный. А вот сейчас? Я просто вот в том видео, мне не кажется, что это похоже. Вот оно, свобода слова, о чем? Ну, давайте поговорим о чем еще этот мир огромный непонятный. Нет, давай так. Вот тогда, перед перестройкой, перед самой, новый язык, новая музыка, новые формы, которые тогда, ты абсолютно прав, родились. Сейчас лично я этого не вижу, но, может быть, ты это видишь лучше. Вот можешь рассказать о том, в чем ты видишь сегодня в современной России, помимо Дмитрия Крымова и его спектаклей замечательных, вот этот вот всплеск и подъем. Где, условно, Маяковский современный сегодня? Какие книги сегодня? Ну, слушай, Цой наш современный сегодня, наверное, все Хаски, Оксимироны и все, ну, Маяковский уж точно, да. Мы сейчас с ребятами, поскольку там играем, да, музыку, сейчас такой коллаборацией с ребятами, которые уже не играли лет, там, десять. Они разбирают прекрасная фан-группа. Вот есть там Света Невестина, допустим, с которой мне говорят, давай запишем вместе песню, да. Здесь мы с вами завершаем вкусно-вкусно эту жизнь, где закончим не найти. Вкусно-вкусно завершить, приземлиться и уйти. Двадцать лет назад она была барабанщицей группы «Кирпичи», и вот так вот я ее как бы и знал. Но вот все это время она делала. Сейчас вдруг Света берет лоптоп, там, колонки, вешает на себя гитару и пишет офигенную музыку. Ну, просто вот вдруг сейчас Света из Петербурга, из, ну, как бы вот все равно такое пространство, такого вот андеграунда, очень тихий, человек не придет еще на что-то. Но конкретно это момент, что ее прет. Мне хочется по верхушкам пройтись и уже закончить эту тему. Вот современный российский подъем по Евгению Цыганову. Это спектакль Дмитрия Крымова, это песни Оксимирона и Хаски, и же с ними, я так понимаю, да? Да. Что еще? Вот «Невестина», да, извините. Ну, допустим, да нет, но этого можно перечислять. А это важно, книги какие, например, в литературной. Про книги мне сейчас будет сложно ответить. Про кино я могу сказать, что то, что за последние пару лет на международных фестивалях, ну, относительно того, что было до этого, огромное количество наших фильмов, и не только потому, что это социальная, да, какая-то история про то, какая отвратительная Россия, а именно потому, что это действительно качественное и хорошее кино. Не буду говорить слово «продукт», а буду говорить слово «кино». Можешь конкретно назвать режиссеров, которые, на твой взгляд, вот как ты здесь пишешь, останутся в истории России, нашего с тобой периода? Могу тебе их назвать. Даже которые сегодня, может, не так громко звучат. Та же наша подруга Лера Германика. Я считаю, что она совершенно замечательный автор, художник. Коты-братья, хотя они делают совершенно там разное кино, да, они существуют, я всегда жду, мне интересно, да. Наташа Меркулова и Леша Чупова, да, то, что они делают, я там, фильм не вышел, да, но я его жду, и да, он уже как-то обласкан, принят, и очевидно, что они сделали какую-то классную, интересную работу. Те, кого мы допрашиваем, на самом деле, не террористы, не шпионы, не предатели. Но при этом все они попадают сюда к нам не случайно. Всю жизнь будешь как уголовник пекать. Про прорыв. Человек, который удивил всех, это, безусловно, прорыв. Очень люблю эту картину. Канны, замечательный сценарий, прекрасная твоя роль. Венеция. Венеция, да, сори. Не знаю, любимый это твой фильм или нет, вот из того, что ты делал. Люблю фильм, но... Ну, то есть это вот на сегодняшний момент главная работа, которой ты гордишься, или нет? Вот если одну назвать, которая... Ты знаешь, я все-таки, как вот мой мастер говорил, он говорит, играйте не роль, как вот я спал, а играйте в спектакль. Нельзя все крепко держать, все не удержишь. Ты будешь лететься. Ну ты давай. Попробуй отпустить. Что-то буреть ты нормально не будешь. Я себя поймала на мысли, когда смотрела, что единственное, что меня в этом фильме смущает, это такая небольшая обида на то, что, по сути дела, ну вот единственный способ сегодня для российского кино выйти на какую-то большую арену, это несколько вариантов. Это либо, там, не знаю, снимать про ужасы, там, кровавого тоталитарного режима. А если не про это, то тогда условно вот секс-меньшинство в русской деревне, это прямо такая идеальное попадание, скажем так, в европейскую конъюнктуру, да? То есть то, чего ждут от России в африческом кино. Вопрос, он как бы напрашивался. Когда, там, фильм выходил, и когда он натевался и так далее, представь себе, что практически я, ну, такое количество каких-то положительных слов, эмоций, люди, которые звонят, коллеги, которые звонят в ночи и говорят, мы видели только что это невероятно, и прочее, и прочее, у них там 25 наград там по всему миру этого фильма, и прочее, и прочее. Это практически не прозвучало. Практически фраза о том, что ну, понятно, хочешь быть успеем, для меня это было удивительно. Вот практически эта мысль, она звучит сейчас от тебя, ну, для меня лично, там, чуть не впервые. Серьезно? Да. При том, что она вроде как на поверхности, ну, как бы такая лежит, но те люди, которые смотрели кино, я не ожидал, что они, ну, как бы до такой степени, в общем, будут великодушны в этом. Нет, подожди, так, а это же не исключает того, что фильм суперкрутой, что он получился, что он очень тонко, классно сделан, и просто, ну, знаешь, всегда вторым планом ты видишь, что, ну, да, такая тема. Видимо, первый план попадал сильнее, что этот второй план, который вроде бы он, как говорил, но, как бы, связанный с успехом этого фильма, связанный еще с чем-то, он как-то вообще растворился. Вдруг важным стало то, что происходит со зрителем, а оказалось, что с ним что-то, какие-то важные происходили, когда там появились люди, говорили, я три дня молчала или молчал. Тебе вот много сейчас приходит предложений по съемкам? Ну, сейчас не остановилось кино, ну, в смысле, вот этот, как съемочный процесс. Ну, то есть абсолютно вот так, потому что ты один же из самых востребованных был актеров до всего этого. Ну, слушай, что-то вот я тебе рассказал, я сейчас должен был сниматься в... Не, ну, это западное. Вот в России у тебя поток не уменьшился? Вот это... Слушай, ну, честно говоря, у меня как бы вообще в принципе вопрос, ну, во-первых, учитывая ту как бы депрессию, непонимание вообще, и то, что ты говоришь, то ли уезжать, то ли наниваться, то ли куда вообще бежать, да, когда все как бы, в общем, по большому счету, ощущение катастрофы. В данный момент сейчас там у меня происходит, я успел там какой-то там... Давно, да, ну, до договорился с ребятами, там, короткометражка, там, и они снимают тоже там ученики Крыма, вот они там снимали. Я думаю, о чем это, куда это, что это? И вот у меня вдруг приходит время, а они в какой-то активности, они говорят, мы готовимся, мы делаем, у нас мы договорились, там, что-то. Я пришел на площадку, вижу там 20 горящих, значит, людей, которые делают вот свою эту поделку или свою вот эту вот штуку. И думаю, ну, как это важно, как это круто, что они есть, что они этим увлечены, что они это делают. То, что вот это все происходящее, конечно, оно не идет мимо. Конечно, оно в их нервической системе где-то там сидит. Конечно, то, что они делают, оно этому как-то противостоит, но не социально, не так, не сяко, все равно это как бы туда, даже в желании жить или в желании там что-то делать там, насколько это возможно, там, прекрасно, ну, или какое-то, да, там, какое-то светлое. И все равно... Скажи, а ты сейчас еще снимаешься в фильме «Блондинка» Мерзоева. Мерзоев, это Володин, да. Но приблизительно та же ситуация. Это вот произошло после. Но там же, вот скажи, вот ты почему согласился на этот проект «Блондинка»? Ну, слушай, ну, я согласился на этот проект, потому что, во-первых, мне его позвали, предложили, я знаю продюсера, Юль, с которым мы, собственно говоря, снимали наш фильм с тобой. Энтропия. Ну, то есть это просто дружество. Это стало нашей историей. Да, это стало нашей историей. Поэтому мы с тобой вот так вот общаемся. Для меня, наверное, ты не та Ксения Собчак, которая вообще как бы... Ну, да. Вот. Так же и вот эти ребята, да, то есть, ну, вот, Юль так же для меня вот осталась. Она говорит, я вот, мы будем с ним... Я думаю, господи, какая он, о чем? Какой Володин? Вот это куда что? Встретился с Пашей Мерзоевым, который совершенно такой серьезный и осторожный такой человек. Говорю, слушай, а почему «Блондинка»? Куда вообще? Ну, название, что-то хотя бы сменим какое-то, да, ну, совсем странное. А он говорит, почему менять? Очень хорошее название. Володинское. Я говорю, ну, хорошо. Ну, занимаем кино. А про что это кино? Ну, в общем, тоже же... Вот мы с тобой разговариваем, что возник вопрос, а зачем это все? А для кого это все? А куда это все? Ну, да, понимаешь, вот ты не боишься, что потом ты посмотришь, там, через много лет, и это же все равно твои воспоминания об этих съемках будут переплетены, вот как ты говоришь, что катастрофа, как ты будешь думать... Да, вопрос этот все равно... Вот я этим занимался в этот момент. Этот вопрос у тебя все равно перед тобой висит. Он повешен. Ну, как бы, этот вопрос, он есть. И у меня есть ответ. Ну, в данном случае. Я его каждый раз задаю этот вопрос, что бы я ни делал. И? Это кино об этом. Кино про конкретно этот вопрос. Как ты понимаешь, сейчас же есть такая... Сразу скажу, я с ней не очень согласна, но есть радикальная позиция того, что сейчас вообще остаться в стране, это уже как будто согласиться со всем. Промолчать, это тоже как бы согласиться. Не быть суперрадикальным, как многие наши с тобой друзья и мои коллеги, это уже тоже как бы предательство. И дальше возникает вопрос. Я вот вчера посмотрел интервью Звягинцева. Что нам делать? Вот мы люди, которые делаем культуру, говорим. Делать, продолжать ее делать, и все. Придти в себя, собрать себя понемножечку так, в целое, осмотреться по сторонам, понять, что произошло, увидеть эти руины, вот когда пыль осядет, и продолжить свою работу. Это наша работа. Ну, на мой взгляд, что я в этом главное уловил, это про желание, вот от этого, то, что называешь, накручивать, вот чуть-чуть это, как бы, ну, каждый для себя обратит на это внимание. Просто потому что он, ну, точную формулиру, что мы становимся проводниками этой агрессии. Мы ее распространяем дальше, дальше и дальше. Стоп. Поэтому те люди, которые обвиняют то, что ты говоришь, и те люди, которые кричат о том, что здесь, ну, как бы, проклято, что здесь то, и все это, и так далее. Ну, да, или просто, что здесь вот так, а Цыганов снимался в блондинке. Неважно, да. Здесь, как бы, такой, как бы, момент, что любая вот эта вот форма, я понимаю, как бы, людей, с которыми буквально там произошло горе. и что там не про то, что, эй, контролируйте свои эмоции, вы чего, типа, не по-людски. Но остальное, то вот это вот все вокруг, орущее, визжащее и обвиняющее друг друга. Ну, ребят, ну, в смысле, не ребят, я даже не подберу правильное слово. Я понимаю, что сохранить человеческий облик все равно необходимо. На прошлом с тобой интервью говорили о твоем другом альтер-эго, Цыганов-певец. Угу. Ты со своей группой выступал на нашествии, насколько я понимаю. Было пару раз. Нашествия стало слишком политизированным, правильно? Угу. И техника военная, вот это все. Зачем ты туда поехал? Слушай, ну, мы выступали до того, как оно стало политизированным, и когда туда мы узнали о том, что там будет вот это вот все, парад, значит, и прочее, у нас был выбор да-нет, да-нет. Мы написали песню, посвященную этому, и ее там, собственно говоря, забубенили. Мы заявились на этот пест, Чтоб сочетать свой манифест. Спецом для нашествия этот текст? Где рок-н-ролл, дамы протест? Летт гоп! Я так понимаю, такой был как бы протест. Ну, да-да-да, тема, да, вообще, как бы, войны в наше сегодняшнее время, понимание этого войны и нашего ощущения дикости вот вообще самой этой темы. Вот не было танков на нашествии, а вдруг они раз и появились. И какие-то вещи, которые ты... Это про наше какое-то чувство вот этой вот защищенности, да, почему-то эти танки на нашествии, ну, на семейном этом празднике ощущение защищенности как-то не очень придают, на мой взгляд. Ну, вот мы живем, наверное, вот в таком мире, где вот эти вот события возникают, нам время от времени маякуют, вдруг говорят, сейчас будет проверка трансляции на улицах. Товарищи, товарищи, покиньте улицу, уйдите в... Просто проверяем. Просто так, чисто для себя. Прикольно. Ну, понимаешь, и вот такие вот как бы вещи, которые нам все время посылают какие-то... Ну, такие маячки. Маячки и сигналы, да, чтобы просто народ не расслаблялся, да, народ, в общем-то, тем временем сходит так немножечко с ума. Скажи мне, а почему для тебя вообще важна вот эта музыка? Почему для тебя важны эти концертные выступления? Я как-то изначально, когда вот мне сказали, а кем ты там будешь? До того, как я поступил театральный вуз или какой-то другой вуз, я говорю, ну, вот я там пишу стихи, мне это нравится. Я... Мне нравится играть в группе. Я буду музыкантом, поэтом, не знаю, что это такое. Всем пиз! Хорошее настроение, не заболеть. Давайте. Музыка – наше лекарство. Да, у меня есть друзья, которые мы вместе там на одной волне и что-то вместе понимаем. Для меня это такой камертон в моей жизни, ну, как прет меня, не прет. Есть у меня на это энергия, нет у меня на это энергии. Что такое для тебя друзья? Ну, как бы, может, есть ли они, да, может, ты там жить без вот отвощения? Друзья – это другое, это как любовь. Для меня это вот рядом. Для меня это рядом. Окей, давай так, вот если бы ты мог себя адекватно оценить, как бы немножко со стороны, как ты считаешь, в чем ты более талантлив? В своем актерском проявлении или в музыкальном? Это, в общем, какие-то очень рядом какие-то вещи. Во-первых, я не хочу себя оценивать, ну, там, со стороны я там делаю и делаю. Вот. Ну, нет, иногда, конечно, я задаю себе вопрос, ну, то есть, я себе говорю, а не кажется ли тебе, Евгения, что это, в общем, достаточно бездарно сегодня было, допустим, или что ты что-то как-то это подрасслабился, или что что-то вообще что-то не то. Такое, в общем, бывает нормально, да, то есть степень сомнений, оно необходимо в нашем, значит, деле. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что я без вот своей группы, я бы не был тем артистом, которым я являюсь, без того, что я артист, у меня не было бы Серьезно, а почему? Как это связано? Ну, это связано с тем, что ты, когда играешь в бенде, у тебя есть другое необходимость слышать друг друга и вместе качать, понимаешь, там, зал, у тебя другое соотношение, координация, другой вообще этот момент. То есть это, помимо прочего, еще какой-то определенный опыт, который тоже, он необходим. Как любой опыт, а наше дело, такое штука, ты туда любой свой опыт все-таки собираешь. Я послушала твой альбом, он, я так понимаю, не вышел. Он древний. Но он в сети есть. Гренки, да. И вот ощущения от него, ну, опять же, я сразу скажу, я ни хера не понимаю музыки, да, я вот точно не человек, который может это оценивать, но вот так для стороннего зрителя это немножко такая вот, мне показалось, немножко подростково-наркоманская такая история. она подростковая была, то есть я там за наркоманское не отвечу, но мы были еще студентами, это студенческая группа. я осторожнее вспышка к темноте, приучен, разделяю лица, тот дурак, тот умный, тот шумит, как трава, этот как вода без шумной, ур-ля-ля, 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 мы вот там с Пашей Баршаком, который артист, Дима Высоцкий, Олег Долин, это все артисты, да, мы собрались вместе, нас было много, у нас было дофига энергии, каждый тянул в свою сторону, приносил какие-то дикие инструменты, мы устраивали какой-то полный какой-то хаос на сцене, но в общем-то она по-своему была уникальная группа, мы не могли быть... это немножко же про тебя история, то есть вот это, знаешь, для меня такой Джекил и Хайп немножко, с одной стороны такой, секс-символ интеллектуального российского кино, такой сдержанный, холодный, потрясающий актер Евгений Цыганов, и любовь-то она птичная, а с другой стороны, вдруг вот эта подростковая твоя какая-то часть мальчишеская, которая явно в тебе тоже сидит. У меня пришел однокурсник, который сказал, Женя, я думал, сейчас будет господа офицеры, в следующий раз я приду в шортах. Да, это важно. Ну и когда мы говорим, что для меня важно актерский, потому что ты в какой-то момент должен это, ну, да, как бы вспомнить. Ну, просто это чувство. Ну, просто извини, это немножко, знаешь, такое вот у женщин, ты рассказывал в интервью Кате про сумочку, вот у женщин есть еще одна такая тема, которую я замечаю за свою жизнь, что вот если у женщины волосы от природы кучерявые, она всегда хочет прямых. и наоборот. Ну, так говорят про актеры, что если у тебя амплуа там какое-то комедийное, то ты хочешь серьезную роль, а если серьезную, то наоборот. Ну да, но здесь вот в твоем случае, ну, слушай, ты же достиг в своей профессии какого-то там точно топа, да, ты входишь там точно, не знаю, в десятку лучших актеров в нашей стране. Иногда надо делать бесполезные просто какие-то вещи. Ну, иногда надо делать глупость. Блин, это и тебя... Поэзия должна быть глуповата, ну, как бы, ну, вот нахера, понимаешь, это... Но ты же не станешь в этом лучшем, как бы, ты, вот у тебя уже есть что-то, где ты можешь... В этом я уже лучший. Но это уже какие-то такие вещи. То есть для меня, знаешь, это лежит в одной полочке с Гришей Ургантом. То есть вот есть Ваня, который офигенный, лучший в стране комик, ведущий, то есть вообще никого нету рядом. Есть Ваня, и дальше есть все остальные. И дальше думаешь, а нахрена вот тебе это его проявление? То есть он классный и классно поет. Вообще все, что он делает, ты классный. Но ты уже в этом лучший. Зачем тебе заходить куда-то, где точно ты, ну, как бы, в лучшем случае просто люди тебя любят, и поэтому они улыбнутся. Да? Вот с тобой же это немножко похожая история. Ты в своей профессии... Похожая, но она немножко другая, потому что я, как бы, знаю о том, что концерт, в котором мы играем, она, ну, для какого-то количества людей, это ожидаемое какое-то событие. Мы их нечасто играем. И вот эти... Какие-то наши вот эти вот пати их ждут, на них приходят, а у них потом какие-то там после... После вкуса этого есть. И мне кажется, это живая штука. Можно также сказать, зачем тебе, ты играешь в театре Фоменко, большой зал, там, Фоменко спектакль, зачем тебе приходить в театр Погребничка, про который там, может быть... Ну, мне интересен сам контакт с Юрием Николаевичем. Его слушают, что он говорит. Он говорит какие-то вещи, наверное, там, необъяснимые для меня. Играю в зале на, там, 50 человек, а с пандемией их становится, там, 25 или там, ну, может, чуть больше, да. Зачем мне это? Ну, это живая вещь. Это что-то настоящее. Настоящее. И вот этот вот поиск этого настоящего, я его в том, что мы делаем с парнями, я его нахожу. А, в общем, мы живем в такое время, где вот этот вот, значит, фейковость и трушность, тогда уж скажу, да, раз, это самый важный вопрос, что все как бы проверяется на это. Чем там люди озабочены? Какие ценности? Извини за такое слово. Что там ценно, что не ценно? Вот это настоящее честь. Она цена. Чем сегодня занимается? Ты знаешь, у нас просто неудачно получилось, что у нас название пока прет, и мы как-то с парнями справедливо приняли решение, что мы не можем продолжать сегодня играть с названием пока прет. И, в общем-то, переименовались в группу мечта. И сидим себе, мечтаем о том времени, когда мы сможем играть концерты. Поэтому мы на сегодняшний день музыканты мечты. Ты вот тогда написал песню «Милитаризация» фестиваля «Нашествие». Да. Сейчас не пишется тебе? Сейчас не пишется. А актеру Цыганову играется? Актеру Цыганову играется, потому что, ты понимаешь, в чем дело, приходи на спектакль просто. И я думаю, что мне можно тебе не объяснять будет, почему. А ты можешь так не объяснять. Я считаю, что ты один из лучших актеров. Нет, это не потому, что я здорово перевоплощаюсь или могу сыграть бабушку-дедушку. Да нет, просто актер очень хороший. И даже вообще не поэтому. А потому что тебе сейчас любой, и ты сама, поскольку ты думающий человек, скажешь, что важнее какого-то диалога, разговора и общения, ну, ничего нет. Поэтому то, что мы говорим о каких-то важных вещах, самых важных вещах, о чем говорили Островский, Чехов или Крымов, и вот Образцову мы сейчас играем, да, о чем говорил Образцов, как мне подошла женщина, лет ей, наверное, 80, не знаю, она говорит, и она хохочет, говорит, это так здорово, это так наивно, и это так правильно. Ну, он говорил такие вещи, это так наивно и так правильно. Последний вопрос у меня к тебе, скажи, ты боишься? Тебе сейчас страшно? Ну, как бы запрещаю себя, запрещаю себя бояться, и, в общем-то, это такое, ну, как сказать, вот мой мастер Петр Новымович Фоменко в театре, в котором мы находимся, он говорил, что бесстрашные только идиоты, да, ну, как бы, ну, те люди, которые, бесстрашные, нет органа чувства или что? Тут вопрос, насколько ты с этим, как бы, да, взаимодействуешь. Вот, поэтому есть масса других чувств, за которые есть, слава богу, цепляться, возможности и необходимости. Вот, поэтому руководствоваться, ну, как бы, страхом, ну, как бы, не хотелось бы. Хотелось бы руководствоваться другими чувствами. и, ну, как бы, Субтитры создавал DimaTorzok